Если убрать негативную программу, то есть внешнее воздействие, то происходит целый ряд совершенно удивительных выздоровлений, даже если вы не касаетесь больного органа или носителя, в принципе. Первый такой случай у меня был, когда в первый раз привели девочку с гепатитом С. Не брал я до нее никого из гепатитов С, привели ее, говорят, молодая девчонка, наверное, как обычно, валит все на стоматуре. Вот. Я смотрю, внешнее воздействие по полной программе. Ну, естественно, она пролежала в стационаре где-то порядка 6 месяцев безрезультатно. Все маркеры положительные, ПЦР, количественные маркеры, ну, все по полной программе. Без изменений. Я убрал не только внешнее воздействие. Я не касался печени в принципе. Я не касался ни в регионах. Ничего. Как убирать, я потом скажу. Это препараты, которые не имеют отношения к физиологии человека в принципе. На сегодняшний день в версиях селектора они идут как препараты негативных программ. И все. Человек через 5 дней, то есть, ну, молодая, наверное, совсем девушка, я даже не мог предположить, да, такого. Она через 5 дней пошла, сделала анализы, мне звонит начмед и говорит, говорит, не могут найти гипотезу. Я говорю, ну, может, случайность там все. Вот прошло уже 2 или 3 года, ничего. Это случай. Это не значит, что весь гипотезе лечится там. Это случай, который был дан для того, чтобы понять, ну, я так расценивал, что он мне был дан для того, чтобы понять, что такое внешнее воздействие. И чтобы понять, что негативная программа, вызванная внешним воздействием, рано или поздно приводит к совершенно серьезным болезням. И поэтому, когда вы тестируете онкологию, особенно, когда вы тестируете ее в Д3, в Д0, ну, кроме этого, мы сейчас коснемся, да, вы тестируете, что это есть внешнее воздействие, вы его не убрали. То, скорее всего, в течение года у человека, ну, может, полутора лет, у человека, вот когда уже в Д3, в Д0, да, у него появится онкобилок. При этом, сейчас мы потихонечку переходим к расцеленным препаратам, я так чуть-чуть забегу вперед, да, при этом, если у человека уже есть в крови онкобилок, но нет еще локализации опухоли, то организм в этом случае при использовании нацеленных назодов справляется с этим самым. То есть вы тестируете, человек пришел с анализом, онкобилок в крови есть, локализации нет, совершенно ранняя там какая-то стадия, не могут понять, где, чего. Вот, нацеленный назод в крови, как правило, ложит человека на нигельку в кровать с температурой под 40, но после этого в онкоинституте маркера не находят. Если вы убрали у человека, помимо нацеленного назода, внешнего воздействия, если не убрали внешнего воздействия, то излечения не происходит. Итак, потихонечку мы подошли к использованию, то есть я вам рассказал некую схему системной терапии. Я надеюсь, что она у вас отложилась в голове, в той или иной степени. И теперь мы потихонечку, плавно подходим к практике. Практика заключается в следующем. Значит, после того, как у нас появились системные духовные адаптанты, ну, опять, я не буду рассказывать, как, но некой интуиции пришло понимание, что, ну, или знание, я не знаю, как угодно, что я должен был утром встать, взять кровь пациента и встряхнуть его то количество раз и столько раз, сколько написано в книжке, в разделе изготовления нацеленного назода в полевых условиях. Я беру, встряхиваю, при этом протестировав, собрав список патологии у человека, я встряхиваю именно столько раз, сколько, ну, как бы я так счел в нужном, необходимом. Беру ватку, нулевой электрод. И вдруг вижу, что весь список компенсируется. Я прохожу по каждому пункту, каждый пункт компенсируется. Я думаю, неужели так работает любой назов крови. Встряхиваю другое количество раз, ничего подобного. Встряхиваю меньшее число раз, ничего подобного. И тогда возникает первое понятие нацеленных препаратов. Если кто из вас знает теорию горкави и квакенового ковала, да, стресс-дестресс-активация, то есть Силье и Гаркави, ну, как бы Гаркави у нас, Силье везде, но и Гаркави, наверное, уже везде. Вот. То есть это люди, которые разрабатывали, собственно, стрессорные реакции. И в свое время Сталинскую премию они получили за то, что нашли существование реакций, при которых организм полностью компенсирует все свои проблемы. и тогда мы сочетали, но они никогда не могли стабильно повторять этот результат. То есть они пытались по-разному вводить в это состояние биообъект, там в основном крысы, и поскольку вся лаборатория находилась по стечению обстоятельств в Ростовском онкологическом институте, то они совершенно четко получали единичные случаи излечения, вводя человека в состояние спокойной активации, ну, в зависимости от того, какую этажность они получали, низкую, среднюю. Ну, такие случаи были достаточно, ну, какой-то повторяемость, но стабильности в ввода в это состояние не получалось. Не было понятия механизма. И тогда мы предположили, что данная потенция Продолжение следует...